Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и вы на моём канале. Начался новый день, вчера было видео про кот-кафе, как мы туда ходили. Это было прикольно, потому что там столько котиков, ну их там 4, как и у нас. Там такой большой белый кот, но я уже показывала это в прошлом видео, смотрите, кому интересно. Вот. И мне хотелось бы, я долго думала, как правильно на эти комментарии ответить, но ко мне пришла мысль, как на них ответить, чтобы... чтобы, чтобы, чтобы. И мне хочется на них ответить. Вот. Часто возникает... Я придумала, как, ребята, я знаю, что я сейчас скажу и так далее. В общем-то, сейчас я пью чай, завтрак, у нас Лёшка доедает яичницу. Вот. И у меня к вам вопрос. Очень довольно важный и очень довольно интересный в связи с комментариями. Часто звучат комментарии на тему того, где вы работаете, вот вы деньги направо и налево трынкаете, а потом будете жаловаться, что денег нету, и так далее, и так далее. И на этот счёт я хочу вам задать один очень интересный вопрос. А вот сколько вам, конкретно, лично вам нужно денег для того, чтобы вам точно хватало? Потому что мне кажется, что любому человеку, типа, ну, может, есть какие-то люди, которые зарабатывают миллионы, там один разговор, но я себе вот представлю, вы не зарабатываете миллионы, что, скорее всего, так. Меня вряд ли смотрят люди, которые могут зарабатывать... Ну, может, и зарабатывают, сложно сказать, но в любом случае. И меня чаще вы смотрят такие же простые люди, как и я, которые точно так же могут искать работу, да, и иметь трудности в этом. Точно так же там, помимо поиска работы, там, жить. Кто на своём жилье, кто на съёмном? Тут уже, как бы, такие вопросы, да. И вот этот вопрос на тему того, что, а сколько вы зарабатываете, а где вы работаете и так далее, как бы, да. Я уже несколько раз рассказывала, где работает Лёша, чем занимаюсь я, как бы, да. Посмотрите, это в старых роликах, типа, вот. Но у меня вопросы, вот сколько вам нужно денег, чтобы вам хватало? Потому что вот мне, например, и Лёше нужно купить камеры, потому что телефон, конечно, прикольно, качество какой-то, айфон, это шикарно, но всё-таки камера кэноновская, это лучше, например, и так далее, и так далее. То есть у нас есть мелкие цели, которые так или иначе решаются, например, яичница на завтрак, да, там, я не знаю, бутылка воды, и так далее, и так далее. Но есть и крупные цели, да, например, маркизу, уши полечить, или, например, купить что-то вот, типа, типа камеры, и так далее, оплатить квартиру. Это более крупные цели. И я рассказываю о своей жизни, и когда я жалую, что у меня на данный момент нет денег, я же не говорю, ну-ка быстро сбрасывай эти деньги, да, я говорю о том, что у меня их просто нету, и как бы... как бы я просто рассказываю то, как я живу. Если у меня сейчас нету денег, то у меня их сейчас нету, да, если я нигде не работаю. Если я где-то работаю, у меня есть финансы, соответственно, они у меня есть. Вот. Поэтому считаю это вам... ну, как бы эти комментарии можно уже оставить закрытыми, потому что и так понятно, что я на них не один раз отвечала, где работает Лёшка, где работаю я, как мы живём и так далее. Вот. Собственно говоря. Потому что, ну, я не думаю, что вы зарабатываете тоже столько, чтобы вам хватало на какие-то глобальные цели. Например, вы можете мечтать полететь на Мальдивы, но вы зарабатываете 50 тысяч в месяц, но о каких Мальдивах может идти речь, если уж это пошло. Поэтому будем говорить о том. Ты мечтала о Канарах и везу тебя замкат, это называется. Ну да. Поэтому вот я бы ответила на эти вопросы так. А сейчас начинается новый день. Сегодня мне что нужно сделать? Ой, сегодня мне, ребята, нужно опять вот эту вот полочку разгрести. Ну как полочку вот эту вот, где перенаги историк. Оттуда поубирать, собственно говоря, вещи аккуратненько. Вот. И пропылесосить вот это, что мне сегодня нужно сделать. Поставить две стирки. А это у меня сегодня, ребята, я так утром проснулась и... Я поняла, что у меня болит спина вот здесь вот. Ну вот. Я Решке показывала, где она болит. В тех краях типа. И когда резко двигаешься, простреливаешь, когда не резко просто болит. Такое, знаете, как песок просто в спине. Такая тяжесть какая-то и боль. Я не знаю, сегодня потяну я, не потяну. Наверное, я просто лягу сегодня и буду валяться. Были планы большие, но лягу и поваляюсь, потому что... Я не знаю от чего. То ли от того, что кровать неудобная. То ли от того, что я вчера скакала. Гулять бегали, да, и долго ходили. То ли вообще непонятно от чего, собственно говоря. Но то, что она болит, это факт. Я выпила немесил, но что-то после немесила, ребят, легче не стало. Она, знаете, какими камешками забито, такое вот ощущение. И когда резко двигаешься, оно простреливает здесь. Лучше его прям не надавливать. Там резкие движения, там, не ходить, не топтаться и так далее. Лучше просто полежать и всё. Но это уже решим. Я в последнее время монтирую ролики с телефона. Тогда, когда вижу, что с компьютера я не успеваю. Да, и Лёше нужен доступ к компьютеру тоже, потому что ему и работать надо и так далее, и так далее. А мне тоже монтировать нужно. Я скачала на телефон приложение, из которого можно монтировать, тоже прикольно. И когда у меня нет доступа к компьютеру, я монтирую с телефона, и это удобно. Но когда есть доступ к компьютеру, я захожу, но в телефоне, что удобнее, то, что в компьютере ролик 20-минутный будет рендериться с монтажки 40, а то и больше минут. И здесь оно рендерится на минут 10 от силы с телефона, но это максимальное время. Вот, как-то так. Пожарили яичинку, Лёшка докушивает, я уже поела. Сейчас чай попьём с рулетиком. Вот, и... Ну, а дальше будем планировать день, что-то делать, что-то решать. Дальше будет дальше. Давай, девочка, покормим чайами. Личная кисть. Давай, давай, давай. Тюк. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Смотри. Давай, вот сюда тебе ее насыплю, ты покусаешь. И... 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 Похомкаешь. Это ты... Совсем здесь... Уже не такой грустненький будешь. Давай. Давай ты... Просто покусишь чего-нибудь. Я понимаю, что это... Нельзя, но... Это лучше, чем ничего. Куся. Куся. Кусяткой. Хорошо, да. Вот так. Вы знаете, ребят, я только что собралась варить макароны. Я не успела это заснять, конечно, уже слез макарон. Но наш кот Маркиз лег на макароны, и все. Он сказал, что на диете вы сегодня, ребята. Я варю макароны, короче, очень вкусные. Вот. С яйцом. И со всякой-всякой радостью. Я вам обязательно покажу, как это будет выглядеть. Вот. Сбегала в магазин, взяла еще пачку сосисок. Я с утра брала сосиски, кстати. Эти же взяла и сейчас. Потому что они и по цене нормальные, и по вкусу там цена-качество. У них окей, все прекрасно. Поэтому, в принципе, так. Вот. Что касаемо спины. Купили мы таблетки гитарол, называется. Буду пить, потому что, ну... Что-то сегодня спина совсем отваливается. Это факт. Я ничего не скажу. Вот. Ну и... Из таких, собственно говоря, дел. Вот. Сейчас потихоньку занимаюсь, занимаюсь. По полукборке я ничего не делала, как я уже и сказала. Хотя планировала, потому что вопрос спины я сегодня весь день валялась. Потом вышла в магазин просто, чтобы подышать воздухом. Вот. Сейчас с Лешей пьем чай, и я варю макаронки. Леша общается со знакомыми. По телеграмму. Ребят, я приготовила вкусные макароны с яйцом. Я вам в той комнате рассказывала, как я их готовила. К ним сосиски я отварю отдельно. И получится очень-очень вкусно. Здесь макароны, они балдежные. И здесь сосиски. Вот такой у нас сегодня офигенный будет ужин. Офигенный. Я просто взяла макароны, я уже рассказывала. Отварила их, поджарила зажарку, вбила туда яйцо, кинула макароны. Это все хорошо-хорошо перемешала, так перебултыхала. И сосиски отдельно. Ну и получится просто вкусный. Чисто, вкусно и по-простому. Чисто по-деревенски. У нас тут тигра сидит. И маркиз, когда, короче, я вам рассказывала, он лежит вот так, он лежал на макаронах. Не успел это снять, ну уж простите. Вот так вот. Во! Ой. Вот. Знаете, ребят, иногда нужно протирать камерку. О-о-о! Крокодилы-бегемоты. 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 Давайте я на шестерку смешу. Вот. О-о-о! Опа! Я, короче, чищу сосиски к нашему ужину. И мы будем ужинать, заниматься кушанием еды, потому что, потому что кушать тоже надо. Если вчера-позавчера у нас были влоги чисто 90% случаев прогулочные, да? А сегодня опять такой домашний влог. Соскучились о всяких домашних видео, где я что-то делаю дома, да? А вот как-то так. Оп. Ой! Не падаете, сисиски. Ну вот, просто я последние дни дома фактически не была. Мы там чисто в основном на улице бегали-лазили. Что вчера, что позавчера. Не удавалось домашнего человека заснять. Но я надеюсь, я же надеюсь, что вам тоже было интересно смотреть. То, что... Опа! Не. Блин. Вот иногда волосы цепляются, когда их управляешь. Вот поэтому, когда, если вы занимаетесь профессиональной кулинарией, когда я даже пыталась в Харькове или где-нибудь везде заниматься тортиками, да? Я всегда говорила, что для этого вам нужно иметь алпачок такой. Ну, или сеточку такую, знаете, в аптеке продаются. Потому что... Потому что в данном случае не должно попадать волос в торт, вообще ничего. То есть всё должно быть качественно и тёпко. Я подписалась в молодёжную православную группу Брянска, кстати говоря. И у них по пятниц... А, по субботам, короче, в 13.00 собрание. Всякие разные там штуки. В эти выходные, в эти, я, конечно, вряд ли успею. Просто потому, что мы будем в Оптин, скорее всего, опять ехать. Опять будет мега-оптинское путешествие. А в следующую субботу я, скорее всего, схожу. Ну и на неделе тоже, помимо всего прочего, будут всякие... Как-то не закрыть окно, потому что... И ночью-то по меня сейчас налетит сюда, а то контакт на эту квартиру залетает. Вот, секунда действия. Вот, так, что мне нужно сделать? Ну, во-первых, почистить чеснок, потому что... Я так предполагаю, что все будут закусывать чесночком. Всем это нравится. Вот. И можно накладывать еду и кушать. Вот, я подписалась на молодежное православное объединение Брянска. Там, где они собираются там вместе, что-то делают и так далее. На неделе, кстати, до самого собрания могут быть еще встречи разные там волонтерские, в которые, интересно, мне было бы вступить и побывать там, пообщаться и так далее. Но... Так, а что это у нас? Это у нас... Это у нас много, что... Ага, ладно. Все, что я сейчас... Ладно. Так, вот, короче, возьмем чеснок. Мы просто разрежем его на несколько частей, потому что... Опа. Я подсела в последнее время на передачу, ребят. Я ее... Довольно часто смотрю сейчас. Называется Папа. Дорогая называется, я забил. Не, не папа. Дорогая, я забил называется. Смысл передачи в том, что... Отцы, которые не занимаются ни семьей, ни ремонтом, должны за три дня прожить по графику мамы, так еще и сделать ремонт. Кто из Украины знает, в Украине есть похожая передача. Называется... Как это... Как это называется? А, хата на тата. Господи, вспомнила. Вот. Смысл тот же самый, только там, в Украине, они неделю без жен. Им не нужно делать ремонт. А здесь их задача еще и ремонт сделать, прожить по графику мамы. Каким-то образом смыть. Мне кажется, что там внутренний какой-то... Да даже три человека за один день. Ну, за три точнее дня. Ну, как-то... Не знаю. Мне это кажется каким-то заоблачным. Но, опять-таки, пишите в комментариях, что вы на это что думаете и как вы считаете. Мне кажется, что это как бы... Такое легкое хоу. Что это не так, как оно есть на самом деле, да? Что это... Ой. Ковары разлетались. А что это своего рода шоу? Что вы на самом деле, там, этот ремонт... Просто я сама занималась в свое время ремонтами. Я работала в Одессе. И в Одессе я работала, значит, на квартире у людей, помощником по хозяйству. И там, в одной комнате, обои двое суток. Только обои клеились двое суток. То есть только обои. А что говорить об остальных комнатах в плане ремонта? Тоже ведь... Тоже ведь непросто? Поэтому... Мне сложно представить, как за три дня... За три... Три дня можно сделать ремонт. В одной из комнат. Если только обои клеятся, даже не три дня, а... Ну, минимум. Я сейчас я буду накладывать. Макароны вот эти длинные. Их очень удобно вот так рукой убрать. Я сейчас буду все потихоньку накладывать, чтобы это было... Аккуратно. А сосиски я решила, ребят, сложить просто в лучшую миску. И дальше каждый будет брать по сосискам на столько, сколько ему надо. Одна, две, три. У нас их девять. Получается, каждому по три. Три на... Три, три. Ну да. На три человека. Три на три девять. Как раз удобно. То, что надо. Сейчас я буду раскладывать это все. Одна тарелка. Так, чайок, потому что Лёшка любит запивать чаем, кстати. А птичка. Одна из особенностей Лёши, на которой, я не знаю, знаете вы или нет, но есть у него такая особенность, что он любит много чего из продуктов, то, что вот получается, да, запивать чай. Много-много. Так, Лёша и Николева любят емкоть. Я, в принципе, могу ложкой поесть, просто, чтобы не мыть, потому что посуда готова. Ну, вот так вот. Посуда очень грязная. А, кстати, вот тот телефон, который мы разбили. Во. Видите? Трещины. Давайте я вам покажу, Лёш, в конце концов. О. Да. И так иногда бывает. Так, сосиски. Это, знаете, решила вам показать, как же я вечером стол-то накрываю, потому что тоже вам посмотреть интересно. Вообще, кстати, лайфхак вам расскажу. Меня кусают комары. Вас, вероятно, тоже очень часто кусают комары. Расскажу вам лайфхак, как делать так, чтобы они, не то, что не кусали, но чтобы убрать. Если у вас нет мази. У нас она есть, но если нет мази. Берете зубчик с накан, надкусываете его. Эту частью, которую вы кусили, намазываете укус, поверьте. Работает только так, на ура. Бабушка, я тут мне этот подсказала ещё очень-очень давно. Я им пользуюсь, когда уже поздно ночь, комар укусил, надо намазить и так далее. И, по-моему, очень классно получается. Такой у нас стол получился очень вкусный. Чисто и подымаешь. Сейчас я наход ещё что-нибудь ключок интересненькое. Видите, я просто... А ещё свой комарийный укус, посмотрите. Надо просто помазать. Ибо он чешется. Короче, я сейчас ещё один из роликов, ребят. Мы хотим посмотреть, когда к нам пришла тигра. В общем-то, мы узнали, что симка к нам пришла 23 июня. То есть ей скоро будет... И это значит, что через месяц мы будем праздновать день обретения симки. Да, что через месяц у нас будет симка. А вот... Тигра у нас... Когда у нас там тигры сейчас? Скажу ролик. Как? А как я? Ага, всё, окей, соображаю. Вот, эй. Добрыш, конечно. Так и называется ролик. Подобрыш. Скажите, никогда. Ты гадкий ростелеком, это логично всё. Это что у нас? Ходим в магазин. Мясо ролик называется, боже ж ты мой. Мясо. Один из роликов называется Мясо. Ну, не все ролики, но один из. Я просто залезла в творческую студию, я ещё подумываю. Я ещё, конечно, не решила, сделаю это или нет. Но я подумываю, есть один момент. Так, 18 августа. В августе месяце, 18-го. Лёгко. А, то есть между ними очень много времени. Ой, будь здоров. Ну да, немного. Вот, кстати, тигрёныш. Тигрёнка. Тигрёшка, тигрёшка, тигрёшка. То есть тигрёшка с нами уже 10 месяцев пообщались. А, ты меня съесть решила? Ты меня сожрать решила, да? А чё ж ты, скажи, меня разбудила, когда я сняла? Кисонька. Вот это полосатая чуна с нами уже 10 месяцев, а Симурия 11. Я занимаюсь распитием чая. Мы планируем дать нямку котам. Вот эту я планирую дать... Сейчас скажу, какую. Да. Нет, подождите. Вот эту я планирую дать Маркизу. Вот она. Вот. Вот это будет кушать у нас Санька. Она такая леди, ей больше такое всякое нравится. Вот. Вот это я планирую дать Симке, потому что она самая поскакательная из наших кошек. И вот эту я планирую дать Тигре, потому что она самая зверюга. Видите? Шохи. Санька пришла, она сказала, что я спорю звание с вами зверюги. Угу. Неси, мисочки. Просто. Давайте. Санку. Угу. Эти кому всё? Эти всё кому? Здравствуйте. Здравствуйте. Пока сюда Симка не припёрлась, чтобы начать выпрашивать, просто принеси мисочки. 80 грамм вообще обычно в пачках, а здесь 85, кстати. Здесь больше на 5 грамм. Хе-хе-хе. На больном попереду. Ммм. Люблю петь, что ж ты поделаешь? Что ж ты поделаешь? С караоке спеть хочу. Что я хочу спеть? О! 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 У Капеллова, кстати, караоке нет. Она в своей песне караоке не делает. А, нет! Есть одна песня. Ну, блин. Она слишком грустная. Или давайте вот эту споём. Песня, посвящённая кормлению животных? Нет. Давайте вот эту споём. Так. Вот это маркизи. Сорок первый год потери страха Заревом кропавым фламенел. Двух парней в растерзанных рубахах Выводили утром на расстрел. Первым шёл постарше, тёмно-руслый. Всё пленём и силушка, и стань. А за ним второй пацан без... Нет, это слишком грустная песня. Не для... И на сегодняшнего вечера И про кота я тоже не хочу. Это тоже слишком грустно. Это тоже слишком грустно. Та, Симуря, иди лапу. Иди лапу. Какой караоке. Во, я лучше вот эту спою. Это будет более красивее. Сейчас. Сейчас, потому что это слишком грустная. Слишком тяжёлая такая песня, понимаете. На крайняк можете её найти. Баллада матери Светланы Копылова. Только можно. Не для сегодняшнего. Так, тексты, слова, песни. Давайте. Вот это вот будет повеселее. Но это будет и красиво. Не обижайте матерей. Перед разлукой у дверей. Не же не с ними попрощайтесь. И уходите. И уходите за поворот. Вы не спешите, не спешите. И не стоящий уходите. И не стоящий у ворот. Матерей. Не стоящий уходите. Не стоящий уходи. Не стоячий уходи. Не стоящий уходи. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok